Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Артём, и мы на канале Земляника. Сегодня мы покажем вам вторую часть ролика про посадку семян. Передаю слово Ольге Поршневой. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про посев семян. Семена разных растений имеют свои особенности и свои требования к среде прорастания. Сегодня мы рассмотрим общие для большинства растений условия и приемы посева. Что такое семя? У меня здесь небольшой макет. Это небольшой зародыш, маленький, большой запас корма. Вот мы так положим его. Изображаем двудольное растение. И защитная оболочка. Вот у нас получилась семечка. Все эти части находятся в сильно высушенном состоянии, поэтому практически не реагируют на внешнюю среду и не взаимодействуют друг с другом. Попросту говоря, они крепко спят. И чтобы семя проросло, наша задача – разбудить его. Просыпается семя, когда через оболочку начинает поступать вода. Как только семя начинает поглощать воду, оно начинает и активно дышать. Поэтому первый этап прорастания – это набухание семечка при наличии для него воздуха. Значит, наш первый шаг – мы должны поместить семечко во влажную среду. Большинство семян сами начинают поглощать активно воду. Но есть семена, у которых очень толстая и твердая оболочка. Например, это орехи или семена хвойных. Чтобы ускорить их прорастание, оболочку можно разными способами повредить. Один из вариантов, немножечко, ну у меня, к сожалению, нету здесь образцов, но можно потереть семечко тонкой наждачной бумагой. Этот прием называется скарификация, а можно применять разные химические или термические методы. Но об этом в другой раз. Есть семена с тонкой оболочкой, но которая содержит очень много веществ, тормозящих прорастание. Например, это семена сельдерея, моркови и другие, известные нам как туго всхожие семена. Эти семена предварительно можно замачивать или промывать, чтобы вымыть, убрать тормозящие вещества из оболочки. Обратите внимание, что замачивать семена в воде рекомендуют не более чем на 12-14 часов, потому что в воде они начинают задыхаться. Большинство же семян можно напоить практически в любом влажном субстрате, где есть доступ воздуха. Например, это земля. Торф. Очень хорошо воздухопроницаемый субстрат. Песок. Обращаю внимание, речной песок. Опилки. Разные фракции подходят, мелкие, крупные, для проращивания семян разного размера. Очень мною любимый кокосовый субстрат. Например, вот такой орехнин. Он очень легкий, очень нежный и нравится растениям. Можно проращивать в специальных таблетках. Например, вот таких торфоперегнойных или кокосовых. Это они в сухом состоянии. А вот так они выглядят, уже напитавшись водой. Можно использовать специальные поролоновые матрасики. Вот такие, для проращивания. А также фильтровальную или, извините, туалетную бумагу. Тоже прекрасный материал для проращивания семян. Вот, например, вы знаете, что наши предки в 19 веке использовали для проращивания семян? Они брали тонкий войлок, напитывали его водой, раскладывали семена и скатывали плотно рулончиком. И вот такой рулон влажного войлока клали на печку в теплое место для прорастания. Потом раскатывали и уже проросшие семена сажали в грунт. Итак, для того, чтобы семечка стартовала в рост, у нас есть два пути. Посеять его сразу в грунт или предварительно прорастить. В любом случае, семена постоянно должны находиться во влажной и воздухопроницаемой атмосфере. Все необходимые вещества для прорастания уже есть в семени. Поэтому предварительно ему можно прорастить абсолютно в любом субстрате, без дополнительной еды. Единственное, про что надо не забывать, это про кислотность субстрата. И чтобы он не был агрессивен по отношению к растениям. У меня есть, конечно, свои предпочтения. Мелкие и средние семена по размеру мне очень нравится проращивать в чашках Петри. В гидрогеле или на бумаге. Вот я здесь уже подготовила чашку Петри с напитавшимся гидрогелем. Вот как он выглядит в сухом виде. И сейчас подготовим чашку Петри с бумагой. Берем кусочек туалетной бумаги, чашку Петри, так обжимаем. Убираем ненужные края. Укладываем наш кружок в чашку Петри. И немножечко смачиваем его водой. Хочу обратить ваше внимание. Везде, где мы используем воду, это вода для полива, это вода для замачивания семян. Вода для того, чтобы напитать торфяные или кокосовые таблетки. Вода для гидрогеля. В общем, везде, где мы используем воду для растений, надо обращать внимание на ее кислотность. Все мы знаем, что разные растения предпочитают разную кислотность грунта. Зачастую наша водопроводная вода, которую мы чаще всего используем для полива, достаточно щелочная. И именно поэтому у нас иногда плохо очень получается рассада. Ну, например, помидоры любят покислее почву. Они вполне себя хорошо чувствуют при кислотности 5-5,5-6. А я вчера померила нашу водопроводную воду 7,5. Это вообще никуда не годится. Поэтому прежде чем использовать водопроводную воду для растений, нормализуйте ее кислотность. Итак, положили бумажку, намочили. Все, вот у нас готов прекрасный контейнер для проращивания. Вот как пользоваться гидрогелем еще покажу. Вот есть гидрогель. И возьмем мелкие семена. Вот в данном случае многоцветковая петуния музыка. Они у меня уже здесь насыпаны. Засыпаем небольшое количество семян гидрогель. Палочкой чуть-чуть их размешиваем. Все. И накрываем крышкой. Вот у нас получилась идеальная среда для проращивания мелких семян. Гидрогель очень долго отдает воду. И поэтому атмосфера будет все время влажная для семян. А чашка Петри, вот здесь внутри на крышке, имеет такие выступы небольшие, которые не позволяют очень плотно закрыться крышке. И всегда пропускают к семенам достаточное количество воздуха. Крупные семена очень удобно проращивать в поролоновом матрасике. Это новое приспособление для проращивания, но имеет неоспоримые преимущества, которые уже сейчас видны. Смотрите. Он состоит из двух частей. Каждый из которых имеет ложбинки и выступы. И вот так, как замок, друг с другом закрывается. В ложбинке мы кладем семена. Вот я кусочек уже подготовила с предварительно разложенными семенами. Вот как это выглядит. Благодаря такой организации семена разных культур не смешиваются друг с другом. Еще одно преимущество – это чистота, безусловная. Поролон – это не земля, здесь нет никаких спор, грибков, болезней. И даже попав сюда, они все равно здесь жить не будут. Поролон для них невкусен, еды нет. Еще одно преимущество – большое количество воздуха. Семя в матрасике практически не контактирует с жидкой водой. Прежде чем разложить семена вот так, мы взяли вот эти кусочки и хорошенько их напитали водой. Естественно, отжав излишки, чтобы не текло. Поэтому семя с водой не контактирует, но находится в атмосфере практически стопроцентной влажности и большого количества воздуха. Еще одно преимущество – матрасик можно использовать несколько раз, просто хорошенько помыв его и просушив после весеннего сезона. Если же вдруг вы упустите момент и корни семечка прорастут в поролон, ничего страшного, просто отрежьте небольшой кусочек матрасика и сажайте растение вместе с ним. Поролон не помешает росту и развитию корня. Еще один плюс, которым я уже воспользовалась. Вот был целый матрасик, но мне было неудобно. Мне не нужно сразу такое количество семян замачивать. Можно разрезать его на несколько частей и каждую часть использовать под семена культур с разными требованиями. Какой-то кусочек положить, например, с семенами на стратификацию в холодильник, какой-то кусочек положить поближе к батарее, в теплое место. Так что тестируйте. Да, совсем забыла. Вот мы намочили наш матрасик, разложили семена. Что теперь? Теперь надо, конечно же, сохранить влажность, которая в нем находится. То есть упаковать его в пакет. Вот в таком виде наш матрасик готов к работе. Если же мы выбираем прямой посев в грунт, что нам нужно? Ну, во-первых, нам нужно подготовить грунт для посева семян. Семена предпочитают прорастать в легком, однородном, без крупных каких-то комков и включении грунте. Он должен хорошо пропускать и воздух, и воду. Можно еще дополнительно обработать грунт различными препаратами от заболеваний. И, опять же, не устану напоминать, что грунт должен быть подходящий для растений кислотности. Эту информацию для каждой культуры надо выяснять в справочной литературе. При посеве действует очень простое правило. Чем легче грунт, тем глубже сеем семена. Чем плотнее грунт, тем ближе к поверхности сеем семена. И такое же правило действует по размеру семян. Чем крупнее семечка, тем глубже оно уходит. Чем мельче, тем ближе оно к поверхности. Основное правило на средних по плотности почвах семена сеются на глубину 2, максимум 3 своих размера. Вот я здесь подготовила пример. Вот в стакане у меня обозначена граница грунта, а вот семечка. Это семечка тыквы крупные. Вот оно как раз посеяно на 2 своих размера. А вот другой стакан, куда мы посеяли семена перца. Выбрали сорт банановый десерт. Семена перца, вот они, достаточно мелкие. Опять же, посмотрите, вот у нас граница грунта, и вот у нас находится семечка. Тоже 2-2,5 своих размера. Вот такого правила и надо придерживаться при посеве. Что делать, если мы сеем совершенно крошечные семена, вот только что мы рассматривали семена питунья и подобных растений, львины, зев и другие примулы, мы сеем их практически на поверхность грунта. И в этом случае очень удобно использовать торфяные таблеточки. Берем таблетку, берем зубочистку или палочку небольшую, смачиваем сам ее кончик. Так, убираем лишнюю воду. Вот так распределяем семечки по поверхности, чтобы можно было увидеть одно-два семечка. Раз, подхватываем палкой и на грунт. Все. Так как у нас таблетки пойдут потом в парничок, то мы можем не засыпать эти семена, а оставить их прямо на поверхности. При посадке в грунт не забываем ни в коем случае про воздух. Излишне влажный грунт содержит очень мало воздуха, и наш росток может задохнуться или заболеть. Во время прорастания семена должны быть во влажной атмосфере, то есть закрыты пакетом или стеклом, или находиться в парничке. Вот наши таблетки торфяные будут жить вот в таких парничках. Например. А стаканы с землей или какие-то другие контейнеры мы упакуем в пакеты. Вот таким образом. А чашки Петри практически не требуют больше никакой упаковки. Вот наша семечка пустила первый корень, и проросток показался над поверхностью почвы. Теперь у растения есть еще одно требование. Это свет. Без света растение не может усваивать углекислый газ, а значит будет голодать. Причем свет должен быть подходящего для растения спектра и в достаточном количестве. Конечно, лучше всего солнечный. Но в квартире мы его можем заменить специальными фитолампами. Вот, например, подобным светильником светодиодным. Эти лампы имеют оптимальный для растения спектр света, не нагреваются, поэтому не обжигают растения, могут работать во влажной атмосфере и не бьются. Поэтому они безопасны и для детей, и для животных. Пока наше семечко прорастало, оно питалось своими запасами. Но теперь пришло время поглощать еду уже из внешней среды, то есть раствор питательных веществ из земли, из того грунта, где оно растет. Наша забота следить за тем, чтобы питания нашему растению хватало. Можно проводить регулярные подкормки рассады слабыми растворами удобрений. Но мне, например, удобнее всего использовать удобрения длительного действия для выращивания рассады. Вот хочу вам показать один из вариантов. Ава для посева семян. Эти удобрения содержат полный комплекс и микро- и макроэлементов. Их достаточно внести всего лишь один раз при посеве и забыть про удобрения до момента высадки рассады на постоянное место в грунт или в парник. Итак, наши семена проросли, наша рассада растет. Теперь внимательно наблюдаем за внешним видом растений. Если ему всего хватает, если ему хорошо, оно здоровое и сильное. Вода, воздух, свет и еда. Из всего этого мы получаем сильное, здоровое, красивое растение. Помня про эти основные составляющие, вы всегда сможете вырастить хорошую рассаду. Конечно, у каждого растения есть какие-то свои особенности и капризы. Но это уже предмет отдельного разговора. Спасибо за внимание. Всего доброго. Подписывайтесь на наш канал, рекомендуйте нас друзьям. Мы хотим, чтобы у вас все получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok